Мои коллеги, начинаем нашу с вами сегодняшнюю встречу. Значит, по старой традиции, коллеги, проверяем звук и изображение есть у вас или нет. Для этого используем огонечек внизу, который на веб-версии. И те, кто у нас с мобильного сидит с приложением, тогда плюс. Вот, огоньки пошли, отлично слышно, видно. Здорово. Ну, первое, коллеги, с чего начнем? Начнем с того, чтобы позвать вас поздравить с началом учебного года. Дай Бог, чтобы наш с вами вот этот учебный год прошел значительно лучше, чем предыдущий. Чтобы у нас с вами все наши замыслы творческие, рабочие исполнились. Чтобы все было отлично, все было хорошо. Ну, как всегда, у нас не бывает ничего. Просто так мы с вами начали учебный год и сразу же получаем первое. Что это публикацию, которую сделал Роспотребнадзор, касаемый ВПР, который проходит в этом году. Итак, что у нас сказано в этой публикации? Что наша с вами весенняя сессия ВПР, которая должна была состояться в марте-апреле, перенесена на сентябрь-октябрь. Какие классы пишут, чтобы сразу понимать, кто будет писать? Будет писать нынешний, который сейчас у вас с этого года, восьмой класс по материалу ВПР седьмого. И нынешний девятый класс будет писать ВПР восьмого класса. И то, если вы посмотрите, то на сайте Роспотребнадзора можно посмотреть там, где стоит девятый класс, там есть звездочка. Эта звездочка говорит нам о чем? О том, что это отдано на усмотрение образовательной организации. То есть, если у вас школа посчитает нужным, чтобы девятиклассники сейчас писали ВПР за прошлый год, то будете писать. Если нет, то значит нет. Итак, что мы с вами сегодня на вебинаре делаем? Мы с вами сегодня смотрим структуру ВПР прошлогоднюю, потому что это первое, что нам с вами сейчас в сентябре месяце предстоит. Разберем еще раз демоверсии четко по заданиям седьмого-восьмого класса. Обсудим, на что нужно обратить внимание при подготовке. Посмотрим на актуальные материалы для подготовки. И у меня для вас много-много достаточно интересной информации. Итак, начнем. Для чего вообще? Вот еще раз, коллеги, давайте проговорим, чтобы больше такой вопрос у нас у всех не возникал. Для чего нам вообще нужно ВПР? Для чего они предназначены? Они в первую очередь предназначены у нас для оценки индивидуальной общеобразовательной подготовки по предмету в конце каждого класса обучения. То есть, по сути, это материалы для промежуточной аттестации. То есть, это что такое? Это механизм объективной самооценки образовательной организации за счет использования единых измерительных материалов. Значит, процедура всем известная. Это единый день проведения, варианты по часовым зонам, проверка силами учителей по единым критериям. Физика у нас пишут 7, 8, 11 классы. Значит, ну вот, если мы с вами посмотрим по 11 классу, да, то мы с вами увидим вот эту кривую, да, то есть, сколько баллов в среднем набирают по предмету. Значит, нас с вами в этом году, в сентябре месяце, коснется только два класса, потому что 11 класс, кто у нас будет писать, дети выпустились. У нас с вами остается только ВПР-7 и ВПР-8, который в прошлом году должен был идти в апробационном режиме. Итак, структура работы 7 класса, так же, как и 8. Вариант проверочной работы состоит из 11 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 3, 6, 8 и 9 требуют краткого ответа. Задания 2, 7, 10, 11 предполагают развернутую запись решения ответа. Значит, по уровню сложности у нас три уровня, базовый, повышенный, высокий. С 1 по 5 это базовый уровень сложности, с 6 по 9 это повышенный уровень сложности, и 10 и 11 это высокий уровень сложности. Значит, шкала по переводу первичных баллов в отметку по 5-балльной шкале у нас с вами есть. Для того, чтобы получить тройку, нужно набрать минимум 5 баллов. Значит, начнем с вами с демо-версии 7 класса. Значит, первое задание таково, что температура тела здорового человека равна плюс 36,6 градусов Цельсия. Такую температуру называют нормальной. На рисунке изображены три термометра. Чему равна цена деления того термометра, который подойдет для измерения температуры тела с необходимой точностью? Значит, коллеги, первое, на что обращайте внимание детей? Я вам так по секрету скажу, даже я на это попался сначала первоначально, смотрю, по-моему, вообще ни один не подходит, потому что там цифры какие-то странные. Там 3,8, 3,1, 2,0, то потом, приглядевшись, я увидел, что, оказывается, там целые числа 36, 37, 38, да, вот на первом термометре, например. Коллеги, обращайте внимание, ребят, чтобы они четко и внимательно смотрели на шкалу, то возникнет очень много вопросов. Значит, для измерения температуры подойдет верхний термометр, понятно, да, первый, и находим цену деления по известной формуле. Получаем, что у нас ответ 1,1 градуса по цельсию. Значит, задание базового уровня сложности мы с вами, в принципе, на уроках 7 класса это отрабатываем. Плюс ко всему, да, учитывая, что у нас теперь на ОГЭ в 9 классе в эксперименте учитывается погрешность, поэтому цену деления отрабатывать нужно так вот, ну, достаточно капитально. И еще раз повторюсь, коллеги, пожалуйста, обратите внимание, ребят, на градуировку. То есть, что там нету запятых, да, то есть могут представлены такие задания. Там может быть все, что угодно, не только термометры, совершенно разные приборы. Но, тем не менее, нужно более-менее обращать внимание на самые маленькие детали. Дальше, вторая задача. Значит, вторая задача – это развернутый ответ, где ребенок должен ответ написать. На горизонтальном участке пути разогнавшийся автомобиль может довольно длительное время продолжать свое движение при неработающем двигателе. На каком механическом свойстве тела основан этот свободный ход машины? В чем состоит это свойство? Ну, первое, что у нас дети, скорее всего, с 7 класса нам с вами напишут, это явление, увы, инерции, да, что является в данном случае неверным. То есть данное явление у нас с вами основано на свойстве инертности. Повторите, пожалуйста, с ребятами инертность, да, масса как мера инертности. Значит, в чем заключается это явление? Заключается в стремлении тел сохранять состояние своего покоя или равномерного движения. То есть обращаем внимание конкретно на вот это явление. Потому что очень часто будут ловить инерция, инертность. Значит, как оценивается? Оценивается оно двумя баллами. Два балла ребенок получает, если приведен полностью правильный ответ на оба вопроса, содержащий правильное название свойства и его правильное описание. Причем, коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, когда будем проверять, значит, совершенно не обязательно прям дословно, чтобы было написано. Например, ребенок может написать не на свойстве инертности, а может написать инертность. Значит, это уже будет плюс. То есть он уже на один вопрос ответил. А дальше он может своими словами передать. Мы всегда с вами учим, чтобы не было прям зазубрено вот это вот определение. А можно описать своими словами. Самое главное, чтобы смысл был приведен. Значит, когда мы с вами ставим один балл за это задание? Когда приведено только правильное название свойства без его описания? Или приведено только правильное описание свойства, но при этом он вместо инертности написал инерцию? Тогда мы ставим один балл. В решении дан ответ на оба вопроса, но имеется неточность в названии свойства или в его описании. Ну и ноль, соответственно, если он не ответил вообще. Третье задание тоже достаточно простое. Это задание на расчет плотности. То есть, Петя посмотрел на этикетку, наклеенную на бутылку с подсолнечным маслом. Ему стало интересно, каково значение плотности этого масла. Найдите плотность масла, пользуясь данными с этикетки. Значит, ну, первое, что делаем, это переводим массовый объем в С. Значит, получаем значение массы объема. Потом рассчитываем по общеизвестной формуле плотность. Задание базового уровня. В данном случае калькулятор, ну, друг и спаситель. Потому что с дробями у нас здесь работают из рук он плохо. Четвертое задание. Значит, на рисунке приведем график зависимости скорости электропоезда метро от времени при движении между двумя станциями. Сколько секунд поезд двигался с постоянной скоростью. Анализ графика. Постоянная скорость. Там, где у нас линия, график скорости идет параллельно на оси времени. Значит, это у нас происходит в промежутке от 20 до 80 секунд. Да? То есть, вычитаем из 80-20, получаем 60 секунд. Это будет являться правильным ответом. Следующая задача. Уже более-менее практикоориентированная. Ориентированная, но тоже отчасти из области фантастики. Значит, играя в кондитерский магазин, подружки взвешивали на рычажных весах две шоколадные плитки одинакового размера, без оберток. Для того, чтобы уравновесить первую плитку шоколада, им понадобились одна гирька массой 50 грамм и две гирьки массами по 20 грамм каждая. Для взвешивания второй плитки им понадобились одна гирька массой 50 грамм, одна массой 15 грамм и одна массой 5 грамм. Подружки сообразили, что один шоколад был пористым, а второй более плотным. Чему была равна масса плитки пористого шоколада? Значит, ну мы с вами понимаем, что если у нас шоколад пористый, значит плотность его меньше. Да, поэтому мы можем с вами просто посмотреть, какая же будет весить, ну масса какой будет больше. Значит, они одинаковые по размеру. Значит, чем меньше плотность, чем меньше масса. Поэтому давайте с вами посмотрим. Первая шоколадка, которую они взвешивали, получается весом, массой вернее, простите, 90 грамм. Вторая шоколадка 70 грамм. Вот та, которая меньше будет по массе, та и будет правильным ответом. Ответ будет правильным, 70 грамм. Шестая задача. Тоже достаточно интересная. Значит, для постройки гаража дачнику не хватило песчано-цементной смеси. Для ее изготовления было дополнительно заказано 300 килограмм песка. Но тележка, в которой можно его перевозить, вмещает около 0,02 кубических метра. Какое минимальное число раз дачнику придется загружать эту тележку для того, чтобы перевезти весь песок? Плотность песка при его насыпании в тележку, так называемая насыпная плотность, равна 1600 килограмм на метр в кубе. Значит, как решаем? Находим сначала объем песка, который мы дополнительно заказали. Общий, да, потому что мы с вами знаем плотность насыпную и мы знаем массу. Получаем формулу для объема, получаем число 0,1875 метра в кубе. Значит, коллеги, обратите внимание, в данных задачах, я просто разными способами и похожие когда смотрел, здесь нельзя округлять. Если они округлят, они могут получить немного другой ответ. Сейчас мы посмотрим, в чем будет отличаться. Значит, второе, что мы делаем, это находим минимальное число раз. То есть, из объема, который мы рассчитали, мы делим на объем тележки. И получаем с вами вот такое замечательное число. 9,375. Значит, нас спрашивают, какое минимальное число раз дачнику придется загружать эту тележку, для того, чтобы перевезти весь песок. Вот обратите внимание, вот такая проблема есть у математиков. Это называется задачи, когда нужно округлить в большую степень. Посмотрите, у нас с вами 9,375. Вот можете поэкспериментировать на классах. Процентов 40 напишет 9. Но минимальное же число нужно. А то, что 375 у нас останется, вот эта вот часть какого-то песка, ну, мало кого волнует. Поэтому округляем в большую сторону, получаем 10. Теперь обратите внимание, если они возьмут вам и округлят до 0,2, или могут получаться в похожих задачах другие ответы, большее число, дойти может до того, что может, к примеру, получиться у них, ну, каким-то совершенно мистическим образом 11, например. Да? И получается, что ответ у нас будет уже неправильный. Поэтому обращаем внимание, калькуляторы у них есть, что они могут совершенно спокойно считать и оставлять вот эти числа. А потом уже идет округление в увеличивающую сторону. Седьмое задание. Седьмое задание. Оно у нас тоже... Ответ записываем. Значит, в справочнике физических свойств различных материалов представлена следующая таблица плотности. Какие из этих веществ будут плавать в воде? Ответ кратко обоснуйте. Ну, понятно, что какие у нас вещества будут плавать в воде? Те, у которых плотность меньше плотности воды. Поэтому мы находим воду тысячи килограмм на метр в кубе и смотрим, какие же у нас из представленных веществ будут плавать в воде. Плавать в воде у нас будут парафин и пробка. Да? То есть, это мы с вами берем из условия плавания тела. Дальше. Восьмая задача. Достаточно интересная. Она уже у нас повышена в уровне сложностям. Значит, смотрите. Спортсмены, которые занимаются дайвингом, могут погружаться в воду на глубину более 100 метров. Определите, во сколько раз отличается давление на этой глубине от давления на поверхности воды. Если давление, создаваемое 10 метрами водяного столба, эквивалентно атмосферному давлению. Вот, коллеги, попробуйте предположить, какой самый распространенный ответ дети дают на такое задание. Напишите в комментариях, пока вот сейчас обсуждаем, вот на ваше усмотрение, вот какое число они чаще всего ляпают в ответ, причем особо не думая. Значит, обратите внимание, что у нас дано давление правильно. Вот коллеги начали писать, они пишут десятку. Что они у нас забывают? Они у нас забывают вот это самое давление по 1. Правильно? То есть, когда мы будем рассчитывать внизу, то есть на 100 метрах давление, мы прибавляем к по 1 вот это вот ROG на H большое. И получается, что при отношении у нас, оказывается, в 11 раз. А они что видят? Что у нас 100 метров, и на каждые 10 метров одно атмосферное давление. Они берут и ляпают, что раз в 10 раз глубже, значит и разница у нас будет в десятку. Нет, разница будет в 11. Вот на это, коллеги, обратите, пожалуйста, внимание ребят, потому что хоть и задание такое, ну, повышенного уровня сложности, но балл потерять все равно обидно, особенно если ребенок у нас хороший. Девятая задача. Автомобиль выехал из Москвы в Псков. Сначала автомобиль двигался со скоростью 100 км в час, и водитель планировал, поддерживая все время такую скорость, доехать до пункта назначения за 6 часов. Потом оказалось, что некоторые участки дороги не скоростные, скорость движения на них ограничена, и поэтому третьего пути машина была вынуждена ехать со скоростью 50 км в час, а на скоростных участках она ехала с изначально планировавшейся скоростью. Значит, по данным задачи определите, каково расстояние между Москвой и Псковом, и чему оказалась равна средняя скорость автомобиля при движении из Москвы к Пскову. Коллеги, ну, задача тоже не сложная, хоть она и двойная, но она не сложная. Найти, к примеру, расстояние от Москвы до Пскова мы можем только по предварительным данным, да, то есть, что автомобиль двигался со скоростью 100 км в час, и водитель планировал доехать до пункта назначения за 6 часов. То есть, тогда получается, что у нас расстояние, берем произведение, получаем 600 км. При этом высчитываем с вами среднюю скорость, можно как угодно, коллеги, если класс сильный, то можно вывести формулу, посчитать, можно считать конкретно по действиям, и тогда мы получим, что средняя скорость 75 км в час. Получаем за это баллы и идем дальше. Теперь начинаются сложные задачи. Десятая задача. В лаборатории завода в запаянной стеклянной колбе хранилась ртуть. Перед отправкой ртути в производственный цех заводу лаборанту было поручено, не вскрывая колбу, измерить массу ртути. Лаборант определил массу колбу с ртутью, измерение дало результат массы 8,05 кг, и внешний объем 1000 кубических сантиметров. Используя справочные данные, лаборант правильно вычислил массу ртути. Плотность ртути у нас равна 13,6 г на сантиметр в кубе. Плотность стекла 2,5 г на сантиметр в кубе. Значит, три вопроса дается. И полное решение этой задачи должно быть представлено. Значит, первый вопрос. Чему равна масса колбы с ртутью, если ее выразить в граммах? Дальше. Определите массу ртути в колбе, если ртуть заполняла внутреннее пространство колбы практически полностью. Ну и, наконец, во сколько раз масса ртути больше массы пустой колбы. Значит, ответ приведем. Решение приведено, что должен написать ребенок. Ну, предположим, с первой части, с первым заданием у нас все справятся. Ну, в большинстве случаев перевести из килограмма в граммы. Дальше у нас с вами второе задание. Определяем массу ртути в колбе. Значит, тут мы с вами действуем через внешний объем колбы, то есть, чему равен, да, внешний объем – это сумма объемов ртути и стекла. Чему равна масса ртути? И отсюда находим объем ртути. Да, можно делать, как это в предложенном решении, опять же, можно делать по действиям. Так как все-таки это работа для седьмого класса, они вот к этой формуле у нас, ну, придут вряд ли. Но по действиям посчитать могут. Ну, и, соответственно, массу ртути мы тоже находим. Потом находим просто массу пустой стеклянной колбы и находим отношение, да, то есть, во сколько раз масса ртути больше массы пустой колбы. Значит, посмотрите, как это оценивается. Три балла ребенок получает, если привезено полное решение, которое включает какие элементы. То есть, записано положение, теории, физические законы, закономерности формулы и так далее. Проведены нужные рассуждения, то есть, верно осуществлена работа с тем, что дано. Значит, представлен правильный численный ответ на все три вопроса задачи с указанием измениться измерения из кома величины. Два балла ребенок получает. Приведено полное верное решение и дан правильный ответ только для двух пунктов задачи. Значит, один балл, если один пункт задачи сделан, и ноль баллов, если вообще не сделано совсем ничего. Ну, коллеги, один балл, я думаю, что все-таки наши дети реально способны сделать. Вот одиннадцатое задание, вот оно уже, скажем так, ну, с марта месяца всех трясет, скажем так, от него, что вдоль стоящего на станции пассажирского поезда идет обходчик. Он резко ударяет молотком по оси каждого колеса и затем на мгновение прикладывает к ней руку. Пассажир Иван Иванович заметил, что вдоль всего состава обходчик проходит за пять минут. Дело при этом 48 ударов. Пользуясь чертежом вагона, оцените, сколько вагонов в поезде, с какой средней скоростью идет обходчик, чему равен минимальный интервал времени между слышимыми ударами. Значит, размеры на чертеже вагона приведены в миллиметрах. Напишите полное решение этой задачи. Коллеги, обратите внимание, дети до конца, они дочитают задание, на этом остановятся. Первая ошибка, с которой они столкнутся, они по чертежу не сориентируются, что это миллиметр. Да, особенно если у нас класс, ну, относительно слабый. Он, конечно, может вообще дать задачу, не дайте, но тем не менее. Значит, как решается задача? Как его советуют решать? Ну, первое. У вагона у нас четыре колеса, как следует из рисунка. Поэтому в поезде мы можем посмотреть, он делает 48 ударов. То есть 48 делим на 4, получаем 12 вагонов. Все, с первой частью мы справились. Идем дальше. Значит, длина вагона примерно равна, опять же, из чертежа, это понятно, 24,5 метров. Значит, обратите внимание, я сейчас назад перелесну, тут более лучше видно. У нас получается длина вагона 24 540 миллиметров. Да, то есть, но мы примерно берем 24,5 метра. Значит, вдоль всего состава обходчик проходит за 5 минут. Перевозим, получаем 300 секунд. Значит, длина поезда примерно равна чему? Умножаем 24,5 на 12, получаем 294 метра. А средняя скорость обходчика при этом будет равна, делим 294 метра на 30 секунд. Получаем где-то около 1 метра в секунду. Ну, получается меньше, естественно, потому что число будет не целое. Но округляем до единицы. Как советуют нам? Значит, минимальное расстояние между осями двух соседних колес равно 2,4 метра. Поэтому минимальный интервал времени между слышимыми ударами будет равен чему? 2,4 делим на 1 метр в секунду. Получаем 2,4 метра в секунду. Ответ прописываем и смотрим на критерии. Значит, опять же, если все решено правильно, все приведено, то получает ребенок 3 балла. Если приведено полное решение для двух пунктов задачи, 2 балла. Если для, хотя бы для одного пункта, то 1 балл. Значит, опять же, задача может показаться сложной. Да, ну, действительно, работа с чертежом и все вот это вот такое. но первое задание, опять же, ну, догадаться можно, да, сколько всего в вагоне, если мы знаем, сколько колес, и сколько ударов при этом было сделано. Вот коллега удивляется, после 5-месячного перерыва дети должны это решать. Коллеги, ну, я не комментирую решение о том, что дети должны писать в АПР, значит, но как бы должны. В сентябре должны. Значит, возвращаясь к демо-версии, реально, в принципе, коллеги, вот эту работу дать, да, по сути, сейчас мы с вами, я понимаю, что перед вами сейчас стоит программа максимум, когда вам нужно успеть два предыдущих месяца, да, то есть это апрель-май 7-го класса и еще и новую программу 8-го ввести. Но, тем не менее, коллеги, можно сейчас повторить на первых урок вот ключевые такие темы и задание прорешить. Значит, переходим к демо-версии 8-го класса. Значит, демо-версия 8-го класса, она, ну, это новая, она в единственном экземпляре. Если до этого у нас было, что у нас с вами были, если у нас с вами были, к примеру, даже для 7-го, класса еще прошлый год, да, 18-й, 19-й, то здесь только первый раз мы должны были писать. Значит, вот она демо-версия. Первое задание аналогично 7-му классу, да, то есть тут нужно выбрать прибор для измерения, в данном случае, манометра, значит, и определить цену деления. Значит, тут обратите внимание только в чем, значит, Васе нужно накачать шину автомобиля до давления 2,6 атмосфер, на рисунке изображены 3 манометра, чему равна цена деления того манометра, который подойдет. Значит, видите, поправочка в конце есть, 1 бар приблизительно равен 1 атмосфере, ответ нас просит в атмосферах измерить. Значит, второе задание, если потереть пластмассовую ручку, в которой вы пишете о некоторых предметах одежды, то ручка начнет притягивать маленькие кусочки бумаги. Каким физическим явлением это объясняется? Ну, это понятно, что электризация, что при трении происходит разделение электрических зарядов. Но обычно дети достаточно быстро это вспоминают, достаточно неплохо с этим работают, то есть, задание сложности вызвать не должно. Дальше. Маша крепко зажала в кулак льдинку массой 0,03 кг, температура которой была 0 градусов по Цельсию. Через некоторое время льдинка растаяла. Какое количество теплоты отдала ладонь Маше льду, если его удельная теплота плавления 330 тысяч джоуль на килограмм. Значит, ну, обычная, простая, расчетная задача, при этом у нас с вами уже указана температура начальная, да, этого льда 0 градусов по Цельсию. Таблица у нас в варианте есть, следовательно, можно посмотреть, что это температура плавления и просто считать, как произведение удельной теплоты плавления на массу. Получаем 9900 джоулей. Задача простая, решается в одно действие. Четвертое задание. Некая компания начала выпускать елочные гирлянды с разветвляющимися участками. Схема такого участка показана на рисунке, на ней указано сопротивление лампочек. Напряжение на этом участке равно 4,5 вольта, чему равна сила тока текущего через 100 ламп, сопротивление которой меньше. Смотрим, здесь у нас на рисунке параллельное соединение, сопротивление у нас указано на этих лампах, поэтому мы сами просто вспоминаем, что напряжение у нас на одной и той другой ветке цепи при параллельном соединении одинаковое и делим 4,5 на 3 и получаем 1,5 ампера. Все, задача у нас с вами решена. Тоже базовый уровень. Пятое задание. Вася подогревал остывший чай в чашке с помощью электрокипятильника, на котором было написано 500 ватт. Через 3 минуты после начала нагревания чай закипел. Масса чая 0,3 килограмма, температура в комнате плюс 25 градусов по цельси. Определите по этим данным значению отдельную теплоемкость чая, зная, что потерями теплоты можно пренебречь. Обычная задача у нас с вами на применение. Значит, смотрим. У нас с вами здесь и закон Джоула Леонца будет играть, причем тут еще идет выражение через мощность. Значит, здесь у нас с вами что еще? Количество теплоты при нагревании и нужно рассчитать отдельную теплоемкость. Уже повышенный уровень сложности нужно получить. Смотрим, что у нас будет получаться. Значит, следующая задача, тоже несложная для отопления дома в течение суток, требуется 400 мега джоулей энергии. Сколько кубометров дров расходуется в день, если удельная теплота сгорания сухих дров 10 мега джоулей на килограмм, а их плотность 400 кг на метр в кубе. Значит, здесь мы смотрим, какое количество теплоты, находим массу, после массы уже находим объем. Седьмое задание опять на анализ таблицы. Дана таблица и дается ситуация. Алюминиевые железные бруски масса 1 кг каждый нагревает на одно и то же число градусов. Во сколько раз больше количество теплоты нужно затратить для того, чтобы нагреть железный брусок по сравнению с алюминиевым. Значит, мы смотрим, что массы у нас в данном случае одинаковые. Значит, нам нужно с вами смотреть на удельную теплоемкость. Удельная теплоемкость у нас смотрим алюминий 920, железо 460. Находим отношение, получаем, что в два раза. Значит, восьмая задача у нас опять же с кратким ответом. На рисунке изображена картина линии магнитного поля двух постоянных магнитов, полученные с помощью железных опилок. рядом с левым магнитом, но при этом довольно далеко от правого магнита, установлена магнитная стрелка, которая находится в равновесии. Каким полюсам магнитов соответствуют области 1 и 2? Кратко объяснить свой ответ. Первая проблема, с которой мы с вами столкнемся. Магнитное поле у нас как раз ушло на время дистанта. То есть на время удаленки. в данном случае мы с вами понимаем по картине линии магнитного поля видно, что магниты притягиваются друг к другу. Это означает, что у нас оба полюса разные. Первый полюс южный, так как к нему притягивается северный полюс магнитной стрелки. И второй полюс, полюс номер 2, он северный. Поэтому ответ у нас будет полюс 1 южный, полюс 2. северный. Но коллеги, опять же нужно повторить, потому что понятно, что была удаленка, материал может быть не совсем детьми усвоен, но такие задания будут присутствовать. Девятое задание. На уроке географии Толи узнал, что вода в морях более плотная, чем в реках, и решил на занятиях физического кружка измерить плотность соленой воды. Толи взял пол-литровый пустой стакан и заполнил его водой ровно наполовину. Плотность воды 1 грамм на сантиметр в кубик. Известно, что в одну полную чайную ложку объема 5 миллилитров помещается 6 граммов соли. Определите плотность соли при ее насыпании в ложку. Ну, в принципе, оцениваем массу, объем получаем, чему равно. Второе задание. Определите плотность раствора после добавления 10 таких полных ложек. Тут понятно, что у нас возникает понятие средней плотности. И округлите оба ответа до целого числа. На это, коллеги, обратите внимание, потому что дети могут начать писать дроби. Значит, десятое задание тоже задание высокого уровня сложности. Посмотрите, оно, в принципе, с одной стороны сложное, с другой стороны нет. Тут нужно просто сообразить, да, как его решать. большее внимание я все-таки хотел, коллеги, обратить ваше на последнее задание, на одиннадцатое. Значит, посмотрите, здесь нам нужно с вами искать погрешность, здесь нужно, здесь работа с оптикой, а оптика у нас в итоге была, ну, скажем так, мягко говоря, задвинута, да, потому что, опять же, был дистант конец года. Значит, может попасться оптика, может попасться вот такое, вот такое задание. На чем они у нас засыпятся? На дробях. Коллеги, здесь мы, конечно, с вами, скажем так, бессильны, почему? Потому что у нас с вами в данном случае проблема заключается в том, что мы не можем объять необъятное, да, то есть еще и математику отработать. Вот посмотрите, просто попробуйте с ребенком, с детьми вот эти задания прорешать. Значит, критерии, в принципе, не отличаются от седьмого класса. Значит, что мы можем вам порекомендовать для подготовки? Значит, ну, это пособие, физика, подготовка к серотическим проверочным работам восьмого класса. Значит, в них включено шесть вариантов проверочных работ. Обратите внимание, не по одиннадцать заданий, а по двенадцать из разных разделов в курс физики восьмого класса. Да, будут у вас писать девятиклашки, не будут, да, то есть, опять же, коллеги, повторюсь, об этом сказано на сайте Роспотребнадзора, это отдается на усмотрение образовательной организации. Значит, коллеги, задавайте активнее свои вопросы в свои вопросы в специальную рубрику, где можно найти все материалы. Коллеги, объясню, на нескольких вебинарах говорил уже про единооблачное пространство, физика с просвещением. Значит, что оно собой представляет? Коллеги, когда вы перейдете по ссылочке, которая в презентации есть, вы попадаете на облачную папку. Она разбита на следующие разделы. Это ВПР, это ЕГЭ, ОГЭ, онлайн-конференция, основная школа, проектно-исследовательская деятельность, средняя школа и функциональная грамотность. Я еще добавил, произошло обновление, там появилась астрономия и там появилась воспитательная работа. Для чего воспитательная работа нужна? Коллеги, я вам там собрал все, что есть по воспитанию на настоящий момент. Потому что на Петсоветах это сейчас очень активно тема продвигалась, в связи с распоряжением президента. С посланием Федерального собрания, вернее. Значит, если вы нажмете, к примеру, на какую-либо из папок, внутри тоже будут папки. Значит, я вот к вам привожу пример основная школа. Там содержатся нормативные документы, то есть, это настоящая последняя версия в ГОС и примерно основной образовательной программы и находится ОМК. Значит, я вам уже на многих вебинарах, на многих онлайн-конференциях, которые были в августе месяц, на многих августовках, я говорил, что теперь у нас группа компаний просвещения представлена всеми издательствами, то есть, это и издательство просвещения, и издательство Драфа, и издательство Вентана Граф, и издательство Бином Лаборатория Знаний. Мы все вместе. Поэтому сейчас в облачную папку будут добавляться еще и материалы по тем ОМК, которые представлены в вышеозвученных издательствах. Значит, для того, чтобы вам скачать папку, что нужно сделать? Нужно нажать на каждый из вот этих ОМК правой кнопкой мыши и нажать кнопку Скачать. Она у вас скачивается. Что там будет находиться? Как только будут проводиться авторские вебинары по ОМК, там будет выложена презентация данных вебинаров, там будут актуальные информации, то есть то, что какие новиночки возникают, что новенького. В вебинарах будут наш с вами вебинар находиться, рабочие программы и решения задач. Ну вот, для основной школы вот так. На слайд назад вернусь. Смотрите, по ВПР, коллеги, то, что там сейчас демо-вариант пустая папка, она пустая, потому что я уже рассматриваю 21-й год. Я изменю, напишу демо-версия 2021. Демо-версии с 14-го по 19-й год вы можете найти в папке задания прошлых лет. Значит, ОГЕГ демо-версии 20-го года и демо-версии 21-го года уже не выложены. Коллеги, обратите на них внимание. Значит, первая новость. Коллеги, у нас 8-го октября состоится онлайн-конференция по физике. Называется она у нас «Учитель физики 21-го века». Значит, проходить она будет 8-го октября с 11-ти утра до 6-ти часов вечера. Она у нас очень большая, коллеги, у нас очень много интересных спикеров для вас. У нас будут выступления и Марины Юрины Демидовой, и авторов учебников, авторов пособий. У нас будут выступать методисты из совершенно различных регионов для того, чтобы делиться опытом. Коллеги, у нас очень амбициозная цель объединить всех физиков России. Поэтому активнее подключайтесь. Всю информацию на будущих вебинарах мы будем вам говорить. Мы будем всю информацию вам скинем. Активнее подписывайтесь на наш Инстаграм-канал, то есть можете подписываться непосредственно на меня, можете непосредственно на физика с просвещением наш Инстаграм-канал, где мы все анонсируем. То есть и касаемо физики вебинара, также касаемо коллеги индивидуального проекта. Завтра вебинар по индивидуальному проекту. Давайте перейдем к вашим вопросам. Обучающий 7 класса 20-21 успеет изучить систему, которая представлена в демо-версии. Коллеги, 7 класс 20-21 успеют, но пока я не видел демо-версию 21 года. То, что мы с вами разбираем, это прошлогодняя версия. Так. Да, вот Елена Левашко, коллеги, если неправильное ударение, очень извиняюсь. Значит, ВПР, которая соответствует демо-версии 7 класса с термометрами, должны были писать весной 20-го года. Теперь они перешли в 8-й класс, с осенью 20-го будут писать эту ВПР 7-го класса восьмиклассники. Да, те дети, которые должны были писать в марте-апреле, будут писать сейчас. Так. Нынешние семиклассники, вот Светлана Тимофеева задает вопрос, значит, что же будут решать нынешние семиклассники? Они в марте-апреле будут решать свое ВПР. которое появилось в демо-версе, я думаю, появится к январю. Для 10-х классов, коллеги, заполню папку. К сожалению, в сутках 24 часа не успеваю всего. так, так, еще субтитры. Значит, у нас с вами выходят вебинар по лабораторному оборудованию. Значит, мы с вами посмотрим, какое оборудование у нас в принципе должно быть. Я буду делать, коллеги, уклон на ОГЭ, на требования, которые у нас представлены в демо-версии. Активнее скачиваем демо-версию, смотрим, разбираем, готовим сразу вопросы по лабораторному оборудованию. Для того, чтобы вам сразу вопросы снять, какое оборудование будем использовать, что будем делать. Значит, конференция, коллеги, ссылка появится в ближайшее время. Да, то есть вам на почту она тоже должна прийти. Если не придет, то я на вебинарах обязательно вам это выложу. Я сделаю проще, я выложу эту вобычную папку в онлайн-конференции. Значит, и второй вопрос снимаем, который 8 октября, это, к сожалению, не выходной, это четверг. Почему с 11 до 18? Коллеги, у нас с вами страна, которая по своей протяженности по часовым поясам, это просто совершенно разнообразная. Если мы с вами сделаем, к примеру, с двух часов, с трех часов, да, то у нас Дальний Восток отключится. Потому что когда у нас 14 часов, у них уже 9 вечера и позже. Сибирь тоже самое, а хочется, чтобы поучаствовали абсолютно все. Не волнуйтесь, если вы вдруг не сможете там успеть там на первые какие-то, да, выступления, вы их сможете посмотреть в записи, они тоже будут размещены в облачной папке, на них будут даны ссылки. Эта онлайн-конференция не пройдет даром. И целый, и пул материалов, он тоже у вас будет. То есть все презентации лекторов тоже будут. Можно подключиться после уроков. Коллеги, вы можете подключиться хоть с самого начала, да, к 11 часам, а можете подключиться прямо, ну вот, закончились у вас уроки, до 6 часов совершенно спокойно подключение идет. Это будет единая ссылка, это не какие-то разные переходы, это именно вот одним потоком. Значит, если вопросов больше нет, коллеги, спасибо огромное за внимание. Завтра увидимся с вами на индивидуальном проекте. Продолжаем развлекаться с этой темой. И 15 числа мы с вами встречаемся.